Добрый день, коллеги! Сегодня я расскажу о защите питания от компании Бианалатик. Начну сразу с защиты фунгицидными препаратами. На данном слайде представлена наша программа, которая показала наибольший эффект на протяжении трёх лет. Сегодня я буду рассказывать о примере зерновой группы и данного года, 2022. Данная комбинация включает в себя два препарата. Первый – это псевдотен, третий. Здесь живые клетки и метаболиты. Данный препарат, как любой контактный фунгицид, попадая на растение, на вегетативную массу, в корневую систему, сначала локализует, после выдавляет и подавляет патоген. Эффект от данного препарата вы можете наблюдать до двух недель. Помимо этого, если препарат попадает в корневую систему, то он ещё стимулирует дополнительный нарост и развитие данного растения за счёт эндулин-тлюксной кислоты. Оргами КС, данный фунгицид, работает более длительный срок. Он защищает растение ваше, при корневую зону и корневую систему на протяжении 2-3 месяца. Если вы работали в гербицидном, в поле китации, этого достаточно до уборки культуры. Данный препарат находится вскоре. Для активации ему нужно от 8 часов до нескольких суток. Можно следующий слайд? Севдобактерии используют у вас? Конечно. Смотрите, здесь представлены промежуточные результаты по Ставропольскому краю, Краснодарскому краю и Ростовской области. Технология как есть нулевая, так и классическая для данных регионов. Что характерно, хотел бы отметить. Здесь разные сорта, разные даты обработок. Выбрали разные даже дозировки препаратов. Есть как половинные дозировки по 0,5 литров на гектар каждого препарата, так и по литру. И самое главное в нашей технологии, это вот, если обратите внимание, здесь мы первое запускаем за 10 дней до гербицидной обработки. Это препарат на основе гриба, оргами-коев. Этим препаратом мы работаем в ранний весенний период, а средняя суточная температура плюс 5, для того, чтобы зачистить патогенный фон, который у вас уже есть в почве. Это свободно живущий гриб. После мы работаем двумя бактериальными препаратами по вегетации, для того, чтобы защитить само растение. Затраты указаны на сегодняшний год по ценам прайсовым, которые вышли в данных хозяйствах. Аналогичные препараты, которые сравнивались химически, вы на них цены свои закупочные знаете, мы указали только несколько закупочных цен для сравнения. Что характерно, хотел бы отметить. Смотрели через 2 недели и через месяц, через 1-2 недели после обработки совместно с гербицидом, мы можем показать качественные признаки работы наших фонгицидов. В чем это заключается? Отбираем от 30 до 50 растений, это количественные признаки, и осматриваем степень поражения патогеном, которое было изначально. Вы можете видеть, изначально боли у нас в основном септориоз массовая, где-то мучнистая роса, то есть это зависит от предшественника, от районов. Качественные признаки – это сколько от почвы вверх занимает именно в процентном соотношении патоген. Через неделю, через две у нас явное преимущество, которое видно глазами. Через месяц это очевидное преимущество снижается, то есть мы можем только смотреть локализованно на нижнем ярусе, либо же движется на верхний ярус. Характерно, если вы применяете биопрепараты, вы должны увидеть, что у вас будет еще четвертый лист сверху, зеленый. То есть вопрос, какая часть листа. Так как химический препарат, он помимо того, что локализует и уничтожает патогены, которые у вас есть на листе, он еще и забивает проводящие сокодвижения системы, то есть лист полностью покрывается некрозом и отмирает. И в принципе у вас чистые две листа. Биологический препарат, он в сокодвижение не проникает, он локализует, подавляет и не дает развиваться патогены. Соответственно, если у вас было поражено 20-30% листовой поверхности, то 70-80% листовой поверхности продолжают фотосинтезировать. То есть получается у нас не три листа дают питательные вещества растению, а три три с половиной листа. Также у нас есть программа питания. Эти препараты, от которых я вам сейчас программа говорю, это то, что уже обкатано несколькими годами. Технологии не только Российской Федерации, но и в странах СНГ. Программа питания включает в себя три препарата. Это фосфор, калий, мобилизатор, органит-П и азотфиксатор, органит-Н. Также биодукс регулятор роста. Данная комбинация позволяет нам выравнивать условно тот агрофон, который у вас есть на начальных этапах при прорастании растений и также при обработке по вегетации. Потому что если взять на примере зерновой группы обкущения, то уборки урожая требуется 40% азота данной культуры. Органит-Н фиксирует у нас азота из воздуха до 35 кг в действующем веществе. Фосфор у нас усваивается только при температуре плюс 15-25 градусов и влажности среднего к 60%. Дальше он остается в почве в неусваиваемой форме. Данный препарат органит-П переводит в процессе всей жизнедеятельности с неусвояемой к усвояемой форме. Тем самым обеспечивает эти два препарата основные макроэлементы на протяжении всей вегетации растений. Регулятор роста Биодукс нужен для того, чтобы на начальных этапах простимулировать растения на активное питание. На данном слайде также показаны наши внутренние промежуточные результаты по Ростовской области, Краснодарскому краю и Ставропольскому краю, в частности по программе питания. Вы можете обратить внимание, что спустя две недели, либо месяц у нас разница вегетативной массы от 5 до 10 сантиметров. Там, где агрофон похуже, это в частности Ростовская область, Морозовский район, там у нас разница вегетативной массы существенная, больше 15 сантиметров. На данном слайде представлена полностью схема питания и защиты, рекомендованная нашей компанией, по зерновой группе. У нас защита начинает строиться непосредственно после уборки, либо во время уборки. Препаратом Аргамика-Ф на основе Триходерма Аспирилу. То есть данный препарат мы вносим касательно нулевой технологии, обязательно под дождь, потому что если вы внесете препарат на основе гриба не под дождь и не под дисковку, результат от него будет ноль. Поэтому этот препарат мы вносим под дождь, вносим с одной целью, для того, чтобы снизить патогенный фон и заселить Триходерму к вам в почву, и не ждать там много лет. То есть мы ускоряем процессы, которые органические сирхозпроизводители добиваются несколькими годами. Следующая у нас идет обработка семенного материала, программа защиты, программа питания. Защита нужна для того, чтобы изначально убрать всю семень и потом защищать при прорастании семени. Питание также для более выровненных сходов. Обработка идет по вегетации Аргамика-Ф с присоединительной температурой 5 градусов. Снижаем патогенный фон перезимовавших патогенов. И дальше мы защищаем растения программой защиты. И добавляем питание. Это тот препарат, который вы можете увидеть, работаю в этом году на своих полях, Биасли БВ. Данный препарат у нас на рынке с 2019 года. Показывает высокую эффективность против чешуек крылых. При соблюдении нескольких условий. Первое, это вы должны добавить перелипатель. Второе, мы работаем тремя литрами препарата на гектар. Если вы работали фунгицидом, то надо выждать минимум 5 дней. Любая фунгицидная обработка подавляет данный препарат, так как здесь глядяная основа. Если соблюдаем эти условия, то мы добиваемся от 85 до 98% эффективности против гусениц любого возраста. Также препарат обладает алицидным действием. Алицидное действие заключается в следующем. При прорастании самого яйца гусениц, когда вылазит, она цепляет спору и поражается. Это контактно-кишечный препарат. Если нам нужно убить гусеницу, которая у нас залезла в початок, либо в корзинку, мы работаем двумя литрами нашего препарата и добавляем любой перетроид химический, который есть у вас на складе. Тем самым делаем условно аналог амплига. Перетроид нам вытаскивает гусеницу наружу, а контактно-кишечный наш препарат ее подавляет. Эффективность вы можете увидеть через 5-7 дней в зависимости от возраста и иммунитета гусениц. На данном слайде представлено то, что вы будете видеть на своих полях, когда отработаете нашим инсектицидом через 5-7 дней. Касательно того, что представляет наша компания. Наша компания на рынке 10 лет. За 10 лет вывела на рынок следующую линейку продуктов. Это регулятор роста геодукс, 2 микробиологических удобрения органит-П и органит-М, 3 биологические фунгицида, биологический инсектицид Пиослиб-БВ. В том году у нас зарегистрирован препарат, деструктор и мозолиновая группа Рестар. Аналогов не имеет в России, наверное, в мире. Через год у нас выйдет у первых это системный биологический фунгицид в системе КМ. То есть на сегодняшний день все биологические препараты, они контактные. У нас же будет системный биологический фунгицид. И через год у нас выйдет почвенный инсектицид Пиослиб-МТ. Это, наверное, будет больше интересно вам, потому что он будет направлен на борьбу со слезняками. Теперь касательно о самом производстве. На сегодняшний день в Российской Федерации несколько есть более-менее серьезных производств. Наше производство за 10 лет увеличилось в 5 раз. В этом году оно еще увеличится должно в 2 раза. То есть мы также строим производство в Узбекистане и в Казахстане. Треть доходов чистой прибыли компаний идет на улучшение производства и непосредственно на набор новых ученых. Поэтому, если взять конкурентов, мы равняемся на тех конкурентов, которые в этом году иностранные компании начали уходить и которые выкупали в прошлом году компании в Европе. То есть вот на какой уровень мы равняемся. Наши действующие вещества совпадают, так же как у Сингельки, Байра и Басла. Есть существа аналогичные, но их препараты еще не тестировались на территории Российской Федерации. И самое важное в биопрепаратах это асептическая линия розлива. Асептическую розлива линию мы устанавливали, тестировали порядка 3 лет для того, чтобы избежать посторонней микрофлоры, которая позволяет нам везти продукты и 5 суток, и 10 суток и привезти их к вам, и они еще год будут у вас храниться без солнечной инсоляции, то есть в складе. Это как раз таки те технологии, которые мы вкладываем. И если задаться вопросом, почему у нас производство именно в Казани, то ответ очевиден. Столько, сколько агрономов в Кубани, в Ростове и в Ставрополь, столько же концентрация микробиологов именно в Казани, как военных, так и гражданских. Рустам Рашидович Ромазанов. Все, у меня все. Если есть вопросы, буду рано ответить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова